В прямом эфире на канале ТВ5 новости, студия Алена Матвеева. Здравствуйте. Уволить, чтобы не позорили мундир. Тайная проверка прокуроров на добропорядочность дает первые результаты. Об этом во время брифинга сообщил Вячеслав Зайцев, председатель рабочей группы по проверке прокуроров Запорожской области. В регионе уже нашли несоответствие в декларациях семи прокуроров. Сейчас информацию проверяет внутренняя служба безопасности генпрокуратуры. Имена пока не называют, но подчеркивают, не совпадают данные об автомобилях и недвижимости. А буквально вчера Вячеславу Зайцеву пришла повестка на сборы в первую танковую бригаду. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Со своим участием в проверке прокуроров получение повестки не связывает, но утверждает, все факты давления на него или на других представителей рабочей группы будут фиксироваться. Я в жінце возьму смартфон и записываю свои перемоги. Я попереджаю. Звичайно, что я с всеми прокурорами, которые до меня будут вертаться, я обоязково перемовлю. Обоязково встретлюсь. Я открытый. Приходите, скажите, что до чего. Я подъеду, куда нужно. Взяв отпуск, могу кататься. Но я сообщаю, что не нужно брать меня на здоровый живешь. Напомним, ранее сотрудники органов прокуратуры заполнили так называемые анкеты добропорядочности и предоставили декларации о доходах. Эти данные размещены на официальном сайте Генпрокуратуры Украины. В рабочую группу может войти каждый запорожец. Ее задача – проанализировать документы и сделать вывод, соответствуют ли указанные данные действительности. Если нужен ремонт, начинают с крыши. Депутаты Запорожского горсовета выделили средства на капитальный ремонт крыш, пришедших в аварийное состояние. Таким образом, около 200 городских многоэтажек в этом году будут покрыты новой кровлей. Когда в запорожских квартирах перестанет лить с потолка дождь, узнавала Галина Знаменская. В этом году дому 42 по проспекту Соборному исполнится 50 лет. По словам жильцов, за это время капитального ремонта кровли не проводилось. Шифер пришел в негодность. Ливнестоки разрушились, и в дождливую погоду вода заливала квартиры. Написал первый раз Сину в 2013 году. Ответ был, что комиссия обследовала. И нашла, что крыша потребует ремонта. И планируется лечить ремонт на следующий год. В следующем году ни ремонта, ни ответа на жалобу не было. Сейчас здесь кипит работа. Представители подрядчиков говорят, что близость центрального рынка осложняет вывоз строительного мусора. Но половина работ уже сделана. Порядка 80% шифер уже был изможен. То есть это и трещины, в некоторых местах он отсутствовал уже вообще. Здесь будет выполнена замена порядка 1650 метров квадратных шифера. Только в Александровском районе многоэтажках необходимо заменить 22 тысячи квадратных метров кровли, отремонтировать лифты и подъезды. Ремонты идут не по одному объекту, как мягкие кровли, так и сложные кровли, как на этом доме. То есть процесс движется. Внутриквартальные дороги делаем, тротуары, дороги. То есть ремонтируем сети, подъезды. 55 подъездов в этом году стоит в ремонт. Плюс к ним еще во всех подъездах, в которых был сделан капитальный ремонт лифтом, будут сделаны ремонты подъездов. Помимо замены кровли, в этом доме на чердаке установят пластиковые окна, заменят водосточные трубы. Прежде чем приступить к работам, на каждом таком объекте проводится экспертиза. Затем заключается договор с подрядчиком. В этом году капитальный ремонт кровли будет проведен в 200 домах Запорожья. Программа ремонта кровель стартовала с начала лета. На сегодняшний день процент освоения около 40%. Все кровли осмечены, прошли экспертизу. Подрядные организации заключили договора и приступили к работам. Галина Знаменская, Дарья Зарянова, ТВ5. Меры принимаются. Жара и сухой ветер становятся в Запорожье причиной повышения содержания пыли в воздухе. Такая проблема сейчас практически во всех крупных городах Украины. В Запорожье о проблеме знают и борются с ней. Подробнее в следующем сюжете. Жители нескольких домов по улице Электрической рассказывают. Недавно увидели темное облако, после чего окна их квартир покрылись пылью. Связывают это с угольным складом, который принадлежит комбинату «Запорожсталь». Неожиданно эта буря поднялась. Они, наверное, проводники не ожидали, что будет такая буря. Было тихо, все хорошо. И потом это подняло пыль и понесло все. Навстречу к местным жителям, чтобы разобраться в ситуации, прибыли представители комбината. Вот отсюда видно. Давайте выйдем, где точки, где хорошо видно. Ну, пойдемте сюда. Жители говорят о базисном складе угля. Отсюда сырье поступает на комбинат «Запорожсталь». Склад оснащен системами аспирации и пылеподавления, отмечают на предприятии. Увлажнение угля начинается с подачи вагона на вагонопрокидыватель. Прежде всего, перед опрокидыванием увлажняем набор фрезерной установки, установленные форсунки. Штабель увлажняется, как вы видите, сейчас оросительной системой. В дальнейшем, при заборе, при всех этих перебросках, перетранспортировке в погрузку на усреднительный склад, тоже во всех перегрузочных узлах уголь увлажняется. Учитывая жаркую погоду, система орошения на базисном складе угля сейчас работает по особой методике. До вот этих горячих моментов у нас там была процедура раз в три часа, раз в четыре часа мы поливали вверх штабеля, для того, чтобы корка была и не сдувала пыль. Недели раньше, где на другая процедура, каждые два часа запускается процедура полива для того, чтобы смочить верхний уровень. Но тут самое главное не переборщить, потому что если уголь намокает больше, чем необходимо, скапливается в подушке, происходит самовозгорание. Поэтому тоже на контроле у администрации, на особом контроле. Кроме того, в жаркую погоду все дороги на территории комбината «Запорожсталь» весь день поливают водой. С 7 часов утра до 7 часов вечера машина, которая поливает территорию, ездит по территории завода, вымывает грязь, вымывает пыль. И под особым контролем у администрации и у организации, которая эти нам работы предоставляет. Специальная программа по минимизации уровня пыли на «Запорожстале» будет работать, пока не спадет жара. Дмитрий Злачевский, Анатолий Журавлев, Константин Грушко, ТВ5. Отголоски прошлого. На окраине Бердянска в 10 метрах от моря несколько дней назад были обнаружены человеческие кости. Как выяснилось позже, это останки женщины, убитой в период оккупации города немецко-фашистскими войсками. Подробнее о страшной находке расскажет наш корреспондент Игорь Стрельцов. Здесь отдыхал наш коллега-поисковик, который видел это, увидел это, вызвал нас. И мы вот приехали, зафиксировали. Но так дело в чем, что оно было на грани выпадания вообще оттуда. Там малейший бы ветер, дальше и дождь, оно бы посыпалось все вниз. Бердянские поисковики, которые занимаются обнаружением мест захоронения времен Второй мировой войны, исследовали место находки. Оно было примерно в 100 метрах от братской могилы, где по разным данным захоронено около 2000 человек. Мы находимся сейчас возле памятника жертвам нацизма в Мерликовой балке в городе Бердянске, где с октября 1941 года по сентябрь 1943 года фашисты расстреливали местных жителей. Тела расстрелянных сбрасывали во враг и засыпали землей. После войны их перезахоронили в братской могиле. Судя по всему, в 40-х годах прошлого века обнаружили не все останки. Мы хотим после окончания курортного сезона, в конце августа, в начале сентября, провести обследование обрыва в месте расстрела, с тем, чтобы избежать в дальнейшем вот таких проявлений костей, чтобы больше останки людей не сыпались с обрыва. Найденные останки находятся на хранении. В день освобождения Бердянска, 17 сентября, прах погибшей женщины будет перезахоронен в братской могиле. Дмитрий Злочевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Не только с трудностями, но и с достижениями. Сегодня в Запорожье празднуют первую годовщину создания национальной полиции. В ходе торжественного мероприятия возле главного управления, отличившимся в службе, объявили благодарность и вручили медали и другие награды. На праздники полицейских был Станислав Печорин. Ровно год прошел с того момента, когда президент подписал закон о национальной полиции. 4 августа стало днем рождения Центрального органа исполнительной власти Украины. Этот год стал тем мощным фундаментом, на котором мы за цеглиною будуем новую полицию современной Украины. По словам начальника областного главка полиции, события, которые происходят на востоке страны, не дают четко и быстро провести реформу. Тем не менее, первый шаг сделан, и правоохранительная система начала меняться. Несмотря на то, что очень тяжело дается реформирование полицейской системы, мы можем сказать, что весь этот год, как и прежде, сотрудники запорожского гарнизона с честью несли службу. И я хотел бы выразить слова благодарности и тем ребятам, которые сейчас здесь стоят в строю, и тем ребятам, которые сейчас несут службу на блокпостах, в оперативно-следственных группах, дежурных частях и других местах. Виктор Ольховский считает, что молодые сотрудники полиции и те, кто перешел из рядов МВД, создадут новый костяк полицейской системы. Они стараются сделать все, чтобы жители нашего города и нашей области отзывались положительно о нашей работе. Ну а вам, молодые ребята, которые только пришли служить полицейскую систему, я желаю набраться терпения. На празднике 25 человек получили удостоверение участников боевых действий. 11 полицейских поощрило Министерство внутренних дел Украины. Еще 10 были награждены медалями и грамотами от областной власти. Побожать счастья, успехи, натхнение в работе и помнить те традиции наших правоохранителей, благодаря которым десятки лет Украина держит натиск злочинности. Станислав Печурин, Эдгар Копытов, ТВ5. Не только увидеть, но и услышать. Запорожанка Анна Стокола сделала звуковую карту города. Девушка собрала множество звуков, которые характерны для той или иной достопримечательности города. Накануне Анна презентовала свой проект запорожцам. Как звучит наш город, теперь знает и Юлия Пасько. Анна Стокола родом из Запорожья, но уже несколько лет живет во Львове. В родном городе бывает нечасто. Это не помешало девушке создать необычную звуковую карту Запорожья. Мне надсилали запорожья пропозиции, что можно еще дописать. Я себе это так и занотировала. Я этим занимаюсь в ближайшие несколько дней. Уникальная карта получила название звукотини Миста Зе. Находится она в свободном доступе в интернете. Сейчас там собрано 12 звуков. С правого есть перелик локаций, левого мапа, на которой эти локации отмечены. Можно натискнуть на локацию и вылезет маленькая ликона со звуком, который характеризует место, и с историческим доведением про это место. Анна не ограничилась звуками. К каждой локации имеется историческая справка. Их девушка пишет после того, как тщательно изучит историю каждого объекта. Планируют добавить и архивные фото. Я хочу познакомить архивные фото старые, сделать свои авторские снимки этих мест в Запорожье. Ну и чтобы можно было визуально действительно уявить, каким было место раньше, каким оно и сейчас. Не только обмеживать с исторической доведкой и своей уявой, а действительно увидеть. Ада Мирская пришла на презентацию ознакомиться с необычной картой. Узнала о ней и социальных сетей. Труд Анны оценили в департаменте культуры и туризма Запорожского горсовета. Звуковую карту планируют разместить на интернет-портале. Считают, она будет способствовать развитию туризма в Запорожье. А на самом деле мы планируем запустить достаточно скоро уже новый интернет-портал, который будет пропаговать Запорожье для разных категорий туристов, условно, когда мы говорим про туризм. Юлия Пасько, Александр Готц, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 не пропустите. Качество стоит дороже. В Запорожье продолжают обновлять лифтовое хозяйство, но денег катастрофически не хватает. Вместо четырех школ 11 инклюзивное образование становится доступнее. За день до Олимпиады 20-летний парень из Запорожья Максим Долгов стартует в Рио уже в понедельник. Если вы мечтаете объездить все страны мира, то программа «Мастер путешествий» поможет вам сделать выбор, куда отправиться в первую очередь. Смотрите новую серию сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. А мы с вами увидимся уже в 19.00.